Девушки отдыхают Не сковывает движения в том, чем комфортно И как проблемы из головы Это желание заявить о себе миру Решает оверсайз Это максимально комфортно и удобно для меня Секреты стиля Я обожаю стрелки и я считаю его самым красивым Смотрите прямо сейчас Мне нравится сейчас светлая большая одежда Я за трендами особо не гонюсь, что нравится, то и ношу Ну смотрю сейчас оверсайз в основном Такой винтаж Предпочитаю более классические Такие цвета черный, белый и бежевый Просто не представляю свой гардероб без черного цвета И без штанов карго Я не представляю свою жизнь, наверное, без повседневной одежды В плане кроссовок и джинс Потому что это максимально комфортно и удобно для меня В последнее время мне нравятся коричневые цвета, бежевые Что-то такое светлое Без байки и джинсов, наверное, это удобно Классика всегда в моде Молодежная мода — это самовыражение, которое основано на вызове старшему поколению Стремлении отличиться от него Здесь же желание быть не хуже, чем другие Понравится противоположному полу Если взрослый человек способен привлечь к себе внимание образованностью, культурным багажом, опытом общения То, например, подросток еще не может этого сделать в силу возрастных особенностей И внешний вид становится единственным выходом из ситуации Если рассмотреть с точки зрения психологии, можно прийти к выводу, что люди, которые красят волосы в яркий цвет Носят только яркую одежду — это желание заявить о себе миру Вот я, да, то есть это значит внутренне, скорее всего, они чувствуют себя пустыми, незаметными Да, ну то есть ресурсы есть, чтобы их увидел мир, да И поэтому они, конечно, пытаются выделить вот как больше, как лучше, да Ну то есть и они, самое интересное, что если вот сравнивать с тем, кто носит оверсайз Если им предложить там одеть чего-то такое в аблюкон или яркое, да, заявить о себе Это, наоборот, те люди, которые хотят быть незаметными, да Скрыть свои какие-то, ну, оверсайзовская одежда, она вообще в какой-то момент вошла так прям в моду, да Очень много всяких юниористических программ на эту тему вышло, да Но это на самом деле убрать все недостатки Как будто бы когда ты одеваешь штаны на три размера больше, ну как будто бы, да, кофту То нету ни одного недостатка, да, и то есть спрятаться Мода циклична, поэтому неудивительно, что тренды СССР, бабушкины платки, сумки, авоськи и платье в мелкий цветок получили вторую жизнь Самое время пересмотреть культовые советские фильмы, чтобы вдохновиться на создание новых модных образов И заглянуть в гардеробы родственников, вдруг они все еще хранят вещи своей молодости В последнее время в моду начали возвращаться такие образы, которые носили наши бабушки, дедушки, мамы, папы Наверное, с самого детства каждый ребенок любит залазить в шкафы своих родителей и бабушек и наряжаться Ну, у меня, в принципе, тоже такое есть Я сейчас люблю посмотреть, что у бабушки есть в такого интересного шкафу, что моя мама раньше носила Но больше всего мне нравится носить платья, такие, как были раньше, вот в цветочек маленький Даже специально для себя приобрела такой фасон В 90-е, например, очень модны были молодежные модели с изображением мультяшного героя Микки Мауса Когда на экраны вышел «Титаник», на одежде стали штамповать портреты Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо Подростков в футболках, топиках и свитерах с изображением актеров можно было встретить повсюду Второе рождение переживал тогда и современный деним Джинсы и куртки из этого материала вызывали восторг как у мужчин, так и у женщин Сейчас в тренде у нас всевозможные варенки, серые потертости Снова входят в тренд дырки То есть дырки снова будут актуальны этим летом Также синие цвета с эффектом, как мы называем, грязи То есть немножко такие грязноватые тона В футболках это оверсайз В принципе свободный стиль То, что не сковывает движение, в том, в чем комфортно, передвигаться И самое главное, чтобы было удобно Неумолимый дресс-код Так как найти золотую середину? Эксперты в мире моды говорят не обязательно делать ослепительный макияж Тратить миллионы на норковые шубы или дорогие часы Достаточно не сливаться с серой массой Подчеркивать собственную индивидуальность Нравиться отражению в зеркале Иметь базовые вещи в гардеробе И парочку разноплановых нарядов на любой случай Главное, все должно быть в меру Без крайностей В тренде купольный стиль Золотистые оттенки передают утонченный вид образу Макси-ювки с разрезами и декоративными элементами Можно комбинировать с футболками, блузками, рубашками Мода 2024 допускает любые смелые контрасты Тонкая сетка и грубая кожа Пушистый мех и нежное кружево Бельевой стиль и маскулинные акценты Все то, что, казалось бы, противоречит друг другу Неизменные тренды Нежные оттенки персикового, бежевого, розового, голубого и сиреневого Особый акцент белому Весна 2024 представлена широким ассортиментом и для мужчин В тренде деним от 44 до 56 размера Также мужские костюмы и пиджаки белорусских производителей Многие тренды можно адаптировать к повседневной жизни В последнее время мужская мода явно стремится к практичности Предпочтение комфортной одежде Иначе есть вероятность, что вещь попадет в дальний ящик Актуальные яркая цветовая гамма Вертикальные полоски и клетчатый принт Широкие брюки, массивные ботинки Из аксессуаров шляпы различных фасонов Я люблю джинсы, кроссовки, ношу часы Сам спортсмен, но люблю больше спортивные В плане моды больше всего предпочитаю кроссовки Без них не представляю свою жизнь А так всегда, вот так вот выгляжу Спортивный костюм, то, что поудобнее Цвет черно-белый Красный, основные мои цвета Спортивный такой, молодежный Классический Мой любимый цвет красный Сегодня кроссовки вошли в повседневные, романтичные и вечерние образы Стали частью гардероба каждого молодого человека И все благодаря тому, что на этот вид обуви обратили внимание не только спортивные марки, но и мировые бренды Актуальным остается устойчивый каблук В тренде необычная подошва и сочные принты Если мы говорим о классической обуви, которая никогда из муды никуда не уходит То нужно обратить внимание на шпильку Очень красивые, конечно, светлые оттенки, особенно в замше Очень элегантно смотрится Каблук 10 сантиметров Тоненький, не забываем, что впереди выпускные И девочки будут обуваться красиво И мамы хотят тоже, соответственно, быть на линейке красивыми выглядеть Кто не может потянуть 10 сантиметров Сейчас очень в моде каблук рюмочка Невысокий, кит-н-кил так называемый Вот Здесь порядка 4 сантиметров ориентировочно Думаю, что любая женщина сможет обуть Главное, чтобы обувь была у вас обязательно кожаная И внутри, и снаружи Чтобы эти лодочки долго прослужили Мужчины тоже любят классику Обувь из натуральной кожи станет дополнением к любому образу Здесь белорусские производители шагнули вперед Любителям комфорта понравятся монки Самое то для тех, кто не любит шнуровку С мужчинами все намного проще, чем с девушками, конечно же Классика, она никуда мужская не исчезает Единственное, что вот добавили толстую платформу Кто хочет выглядеть по-деловому Можно одевать и под брюки, и под джинсы Они очень легкие Если у мужчин дресс-код на работе требует, скажем так, носить туфли Вот такие модельки можно выбирать Они облегченные, и на хорошей подошве Когда уходите, камушки не чувствуете Обращайте внимание на эту модельку Образ единое целое И он не может быть готов без стильной прически В моде по-прежнему естественность и легкая небрежность Многослойные стрижки, вариации боба и короткие челки Очень актуальны сейчас текстурные укладки На основе крупного, мелкого, среднего локона Всевозможные собранные формы на этих же текстурах Если говорить уже предметно о трендах То к трендам можно отнести гладкие формы С эффектом влажных волос Чтобы добиться этого эффекта Существуют специальные стайлинговые средства И прическа выглядит очень мягко Еще в тренде Очень сейчас модно Естественные укладки С прикорневым объемом в стиле 70-х Чаще всего запросы Если это обладательница длинных волос Конечно же девочки хотят сохранить ее И показать красоту своих волос через локоны Вне зависимости от типа волос Их длины и густоты Важно, чтобы они выглядели здоровыми и ухоженными Подбирая стрижку Молодым людям следует учитывать Индивидуальные особенности внешности Тогда образ будет выглядеть гармонично Молодожи сейчас любят основные стрижки фейт И есть стрижка, называется кроп Они не очень сильно отличают на друг друга Просто фейт, можно волос будет на бок А кроп, остальная стрижка Должна быть четко прямая и очень короткая Небрежные пушистые кудри Выраженная посеченность волос Часто портят образ В последнее время набирает популярность Так называемое кератиновое выпрямление Парикмахеры говорят, что это чудо-средство Не просто упрощает жизнь по утрам И придает блеск, но и приковывает взгляды В данный момент вообще у нас приветствуется И мы все больше стремимся к стилю естественности Славянский тип волоса, он сам по себе прямой, ровный, блестящий Поэтому, конечно, сейчас все, кто за данный промежуток времени У нас очень сильно повредились волосы Потому что все уходили из своих настоящих цветов волос То есть русого То, что относится к славянскому типу волосу Это в основном русые цвета От светлого до темного Все красились и очень сильно повреждали свои волосы Осветлениями, тонированиями и так далее И в данный момент наша задача Мастеров кератина, ботокса и холодного восстановления Восстанавливать волосы Помимо того, что мы делаем внешний вид волос красивый Блестящий, ровный Мы еще и даем питание Которое, к сожалению, благодаря этим окрашиваниям Было потрачено В топе также холодное восстановление или ботокс Процедура, уверяют специалисты Не испортит волосы, а скорее напротив Создаст на волосах пленку Которая запечатает и напитает сухие кончики Как итог, девушка получит волосы мечты Когда мы делаем кератин Девушка с утра проснулась, помыла голову Высушилась феном Они ровные, блестящие, красивые Они на ощупь очень приятные Мягенькие становятся, такие гладкие Конечно, когда смотришь на девушку с волосами После процедуры кератина и ботокса Сразу видно, что она ухаживает за волосами Но какой же образ без макияжа? От неоновых стрелок до красной помады Классическое правило мейкапа Делать акцент на чем-то одном Если на глазах стразы, на губах нют Иначе можно переборщить в красках Есть основные направления, как бы трендов Их несколько Наверное, самых ключевых это пять Они к нам приходят из интернета С подиумов И вдохновлены знаменитостями Наверное, самый-самый такой адаптивный Это макияж без макияжа Макияж в стиле Old Money Это красивая холеная кожа Румяная натуральная гамма И блеск на губах То есть сочно, красиво, свежо Это такой, мне кажется, основной, самый адаптивный Под повседневность Всегда будет в тренде Всегда красиво, под любой случай Второй тренд Это, конечно же, сияющая кожа Пэт Маграт, визажист На показе Мейсон Марджела Сделала глянцевую кожу Тем самым навела большой шорох в интернете Адаптировать такой тренд, конечно, можно С помощью сияющих продуктов косметических Это базы, тональные средства, хайлайтеры Румяна с эффектом сияния Еще один тренд Это, он еще пока только зарождается И я, наверное, советую обратить на него внимание Это оттенки синего цвета Насчет макияжа, что я могу сказать Сейчас большинство девушек Склоняются к нежному, к естественному макияжу Сейчас это более актуально, более в тренде Белорусская косметика Прочно заняла определенную нишу на рынке Это уже не просто словосочетание По принадлежности к стране, а бренд Как швейцарские часы или французский парфюм Экспорт отечественной косметики ежегодно растет Как и география поставок Пользуются спросом кремы, тоники, лосьоны для тела Как горячие пирожки разлетаются тени, тушь, карандаши для бровей и помады Спросом пользуется наша белорусская косметика Да и мы и сами ей тоже пользуемся с удовольствием Молодежь чаще всего девушки покупают пенки для умывания, скрабы для лица Парни покупают тоже лосьоны для лица Новинок очень много, но также из старых серий тоже косметика пользуется спросом Умение создавать гармоничный лук и расставлять верные акценты – признак хорошего вкуса Зачастую сережки, подвески или часы способны кардинально подчеркнуть чувство стиля Полный отказ от аксессуаров может навредить даже самым стильным вещам Важно грамотно играть с деталями, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки Однозначно многослойность в тренде Да, то есть это несколько линий чокеров, колье Вот, жемчуг сейчас просто повально Прям все о нем говорят, и он везде И на самом деле это действительно очень красиво Молодежь, в принципе, следует тому, что она видит Сейчас очень все это доступно Соответственно, выбирает больше по стилю своему Женщин, если рассматривать отдельно, опять-таки, это все зависит от образа То есть, если у нее деловой стиль, это обязательно очки Многослойная бюджетерия, кстати, с использованием жемчуга Каких-то еще камней и цепей Дизайнер – главная профессия в мире моды Именно он создает коллекции, формирует тренды и предсказывает фэшн-будущее Можно специализироваться на женской, мужской или детской одежде Обуви, аксессуарах, принтах и текстиле, ювелирных изделиях Но что, если это восточная культура аниме? Бобруйск удивлять не перестает Первый мой костюм был из игры Undertale На тот момент игра довольно-таки популярна была И я захотела повторить одного из персонажей Но он был в виде скелета Поэтому я его просто интерпретировала в свое видение Переделала его под человеческое такое видение, образ И закупила первый парик Взяла старую бабушкину куртку Пришила к ней мех Купила на базаре дешевые штаны похожие И вот тогда создала вот такой образ Светлана Степанова занимается косплеем с 2018-го Увидела людей в необычных костюмах и поняла – хочет так же Сейчас у девушки около 15 нарядов Многие в процессе создания Дизайнер использует атлас, габардин, сатин и плотные ткани Готовые работы швии знаменитой бобруйской славянки Участвует в различных показах и фестивалях Косплей – это очень такое хобби разностороннее То есть оно включает в себя и укладка париков, викмейкерство Оно включает и крафт, и шитье И работа с подсветкой, с разными проводами А если говорить про крафты, то крафт – это создание каких-то деталек Мелких деталей, крупных деталей, брони, бутафорского оружия Коллега Светланы Анастасия Комар тоже увлеклась косплеем Все началось с аниме В ход у молодого специалиста идут натуральные ткани Шелк и хлопок Из аксессуаров – брошки, стразы и бусины Задумка на будущее – сделать вышивку дракона гладью Кстати, девушка недавно создала свой ютуб-канал И уже набрала первую тысячу подписчиков Все началось из-за косплеерства То, что я смотрела аниме, мультики И потом узнала, что есть косплееры То есть люди, которые переодеваются, перевоплощаются в персонажей После этого я увидела, что можно что-то создать То есть не просто одеться в него, перевоплотиться Но еще и создать Поэтому я решила сделать хаори То есть это китайская пиджачок Как бы пиджак, либо жакет Который был исключительно из натуральных тканей Так как это считалось в то время очень каким-то дорогим То есть не у всех были такие вот возможности одеяния Вот, потому что в то время это было очень достойно И одевалось оно на кимоно То есть наверх кимоно И оно было без пуговиц, было без ничего Это как бы просто была такая вот накидка Вот, и в моем случае я решила Немножко поэкспериментировать И делать эти хаори из разных тканей Возможно, в будущем, может, я хочу создать какую-то свою коллекцию Например, хаори никто не носит на улице так просто То есть это не увидеть, да Ну, хотя летом это очень даже удобная одежда Вот, может быть, хотя бы Чтобы это было для других людей Молодежное направление в моде открывает перед девушками и парнями Прекрасные возможности для перевоплощений Поиска себя и образа своей мечты Позволяет стать ярким и свободным от любых оков Которые присутствуют в выражении индивидуальности Символизирует независимость и свобода Вопреки избитой пословице «Встречают по одежке, провожают по уму» Современность обязывает выглядеть с иголочки всегда Ведь первое впечатление о человеке трудно заглушить даже блистательным умом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok